Привет! С вами Елена Литвиненко, и сегодня мы будем вести речь о том, как стать убедительным спикером. Вот я тут перед вами улыбаюсь, собственно говоря, потому что сильно хочу наладить с вами контакт, доверительные отношения. А улыбка, как известно, это такой маленький мостик от человека к человеку, да? Как в той песенке детской, да? Поделись улыбкой своей, и она к тебе еще не раз вернется. Так вот, где же ваши улыбки, где же ваши лайки, где же ваши смайлики? Так вот, про ораторство. Почему я тут решила вдруг перед вами выступить на эту тему? Потому что, честно говоря, у меня за плечами уже лет 25 ораторского стажа, и в дипломе у меня так и написано «Актриса драматического театра и кино». Да, и правду говоря, честно говоря, один раз в жизни мне довелось даже сыграть какую-то эпизодическую роль в кино. Этим похвастаться не могу. Но уж и в театре я выступала, и на телевидении работала, а уж на радио так вообще не только ведущей была, но даже и корреспондентом. То есть сама готовила сюжеты какие-то, сама же их озвучивала, работала в молодежной редакции радио. И вот на радио мне очень нравилось, если честно. Знаете, это какой-то такой свой мир, я бы сказала. Это какое-то такое другое мировосприятие. Знаете, как вот людям, не посвященным зайти за кулисы, и все, что они там видят, и их все это приводит в восторг, в восхищение и удивление. Так и на радио. Один только звуковой микшер, чего стоит, и звукорежиссер, который с ним работает. Думаю, видели в каких-нибудь фильмах. После того, как в жизни мне посчастливилось поработать на радио, на телевидении, я ушла в педагогику. И вот это вот умение преподавать, оно, видимо, мне перешло по наследству, потому что можно быть прекрасным экспертом, тренером, специалистом своего дела, но не уметь передать это другим людям. У меня, к счастью, это получается, я этим горжусь. И очень приятно, что за столько лет, а я уже этим занимаюсь больше 15 лет, у меня были только положительные отпики о моей работе. Ни разу ни одной рекламации я за это время не получила. О том, что, к примеру, чего-то не додала, чему-то не научила, трансформация не произошла. Если человек хочет освоить это дело, да, ораторское мастерство или технику речи, характеристики голоса и выполняет мои рекомендации, то у него всегда все получается. Поверьте, это абсолютно не зависит от возраста. Если вы хотите стать спикером убедительным, то вы им станете. Я для вас приготовила бонус, и вы его сможете получить про матрицу публичного выступления. И там вы явно обнаружите то, о чем я сейчас буду говорить. Дело в том, что вот этих вот убеждающих элементов, их, по сути дела, четыре. И все они, четыре элемента, знаете, составляют одну матрицу. Этакий большой квадрат, разделенный на четыре части. Так вот, в чем заключается эта матрица? Матрица, она не только о том, что мы говорим. Да, конечно, тема наша, план, композиция речи, это все играет определенную роль. Это важно, безусловно. Но это только одна четвертая убеждающая составляющая. Что еще убеждает наших зрителей? В том, что мы с ними на одной волне. В том, что мы хотим им помочь. В том, чтобы нашу речь слушали и воспринимали. Кроме этого, еще очень важны инструменты оратора, которым в первую очередь это внешнее, визуальное восприятие. То есть то, как я, к примеру, или вы выглядите, но не только как выглядите статично, но и то, какие действия мы производим. К примеру, какая у нас осанка, какие у нас жесты руками, если это на сцене происходит, какие передвижения при этом осуществляет оратор. Кроме того, очень важен зрительный контакт. Вот я сейчас, буквально так и не отрываясь, смотрю в объектив камер. Для того, чтобы я же примерно представляю вас, дорогие мои слушатели и зрители. И, конечно же, я хочу смотреть вам в глаза. Так же, как вы смотрите на меня с той стороны экрана. Поэтому визуальный контакт – это тоже один из элементов убеждения. Глаза в глаза. Правда же? Вспомните, когда вы разговариваете с людьми, и кто-то не смотрит вам в глаза. Насколько вы этому человеку доверяете? Прячет взгляд, как-то вниз опускает глаза. Или наоборот, смотрит вверх, закатывает глаза. Согласитесь, доверие в этом случае к людям падает. Сохраняем осанку, и уже визуальная составляющая у нас, соответственно, убеждающая. Но это же не все инструменты оратора, как вы догадываете. А есть еще вербальные. Что это? Это то, как мы говорим. Тембр голоса, выразительность речи, паузы, акценты. Что-то важное выделяем. Говорим ли мы быстро, 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 потому что предмет мы знаем хорошо, и поэтому говорим быстро. Или мы говорим все-таки в среднем темпе. И еще кое-где и замедляемся. Вот эти факторы тоже очень влияют на то, как нас воспринимают люди. Насколько мы убедители. Третий элемент – это внутреннее состояние. Внутреннее состояние. Наша энергетика. Либо мы позитивные, энергичные, либо мы передаем свою энергию. Правильно? То есть мы источники энергии, трансляторы энергии. Либо мы можем быть дементорами, высасывающими жизнь. Самое главное – это вот такой вот позитивный настрой, такое внутреннее состояние. Знаете, есть такое слово, слово русское, но редко употребляемое. Называется оно «кураж». Так вот, актер без куража никакой на самом деле не актер. Кураж – это вот и есть вот это вот внутреннее состояние. Актер же что делает по роду деятельности? Он играет. Он играет и несет вот эту вот энергетику, жизнерадостность вот этому людям. Так вот, эта энергия, это приподнятое позитивное внутреннее состояние, оно тоже считывается. Это не значит, что вы постоянно улыбаетесь. Но вы должны говорить достаточно энергично. И посыл такой энергетический должен быть – я готов вам помочь. У меня есть то, что нужно вам, и я готов с вами поделиться. И вот это должно быть каким-то щедрым и искренним. У меня столько всего есть, чем я хотела бы с вами поделиться. Это вот прямо у меня, знаете, прет изнутри и для меня очень важный фактор по жизни – делиться своими знаниями и опытом. Так вот, третий элемент – это вот эта вот внутренняя энергетика, внутреннее состояние. И четвертый элемент, как вы думаете, какой четвертый элемент? Это умение взаимодействовать со своим зрителем-слушателем. Я уже говорила, что если вы в условиях, когда вам зрителя не видно, то есть в условиях, можно сказать, телевещания, когда вы почти диктор телевидения, тем не менее, вот у нас на вебинарах, вот у нас на обучении онлайн все равно идет некое общение. И пусть я вас не вижу, но я знаю, что эти люди есть. Даже если их нету сейчас в данный конкретный момент, вы меня будете смотреть в записи. И поэтому мне очень важно наладить с вами контакт, наладить с вами определенное взаимодействие. Но уже если вы выступаете перед залом вживую, то тут уж, как говорится, сам Бог велел смотреть людям в глаза. И тогда вы слышите и видите реакцию зала. И это все некий такой энергетический обмен. Люди находятся во взаимодействии. Поэтому никогда, 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 как говорил Черчилль, не превращайте свои публичные выступления в скучную лекцию. Всегда старайтесь вести, если это обучение, семинарские занятия. То есть общайтесь с той аудиторией, которая у вас есть. Онлайн это или это вживую. Общение необходимо с вашим зрителем. Даже если вы понимаете, что люди вам не ответят, задавайте вопросы. Пусть это будут риторические вопросы, собственно говоря, на которые вы потом сами и ответите. Так же, как я только что это сделала сейчас, да? Тем не менее, вопросы помогают удерживать внимание зрителя. Запомните это, пожалуйста. Потому что вопросы – это другая интонационная мелодика. Это интонация вверх. В отличие от повествовательных предложений. И люди улавливают это ухом. Интонации вообще улавливаются значительно быстрее, чем смысловая нагрузка. Люди улавливают это и начинают прислушиваться. О! Вопрос. А потом пауза, соответственно, какое-то время тишины. И в этот момент, вспомните, как в школе, да? Когда вдруг класс расшумится, хороший учитель что делает? Он не кричит. Нет. Он замолкает. Правильно? И стоит так руки, да? Скрестив. И ждет. И вот эту тишину, как правило, ученики слышат. Очень часто встречающийся вопрос, с чего начать, да? С чего начать свою речь, свое публичное выступление? Смотрите. Формула проста до безобразия. Вступление. Основная часть. Заключение. Думаю, с этим вопросов нету. И все это, в принципе, знают. Но всегда задают такой попутный вопрос. А что лучше сначала представиться, а потом уже заявить тему? Конечно же, тему. Сейчас время очень быстрое. И это не те люди, которые пришли к вам в определенный зал и готовы вас слушать, потому что они уже все равно сюда пришли. И они уже заранее знают тему, а может, уже и вопросы подготовили. Нет. Сейчас время очень быстрое. И любой, в принципе, хороший оратор, он начинает всегда либо с вопроса какого-то, подводящего к теме. Часто это бывает провокационный вопрос. Либо какого-то такого яркого факта. К примеру, статистика какая-то такая впечатляющая. Правильно? Либо это прямо-таки заявление темы. Сегодня мы с вами поговорим, как я сказала в самом начале, о том, как сделать свое публичное выступление убедительным. Заявила тема. И потом уже начинаю знакомиться потихоньку и по дороге уже раскрывать какие-то нюансы этой темы. Поэтому всегда начинайте с темы. К вопрос вопроса, с факта, относящегося к теме вашего выступления. Сколько по времени это должно занимать? Примерно 15%. Не больше, во всяком случае. Даже если это у вас длинный вебинар, и у вас есть какая-то продающая история, история о себе, о своей трансформации, о каких-то своих достижениях, о том, как изменилась ваша жизнь, момент до того, как у вас существовала проблема, появление проблемы и разрешение этой проблемы. Вот такая история. Потому что, как правило, все-таки людям интересна ваша история, но они внутри себя, они хотят, в принципе, вначале послушать полезный контент. Поэтому к контенту торопимся приступить. И финал у нас какой? Многие, к сожалению, не подводят итоги того, что сказали ранее, и не призывают ни к чему. Знаете, довольно распространенная ошибка. В конце презентации, что сказать? И я обязательно это сделаю в финале. Но еще у меня есть для вас небольшое количество полезного контента. Давайте пойдем дальше. Способы подготовки к выступлению. А давайте я сохраню интригу. Потому что вот совсем скоро, буквально с 1 февраля, у нас начинается ораторский тренинг большой. Я еще проведу несколько вебинаров. И следите, как говорится, за сообщением. Проведу, предложу вам бесплатную абсолютно консультацию по ораторскому мастерству. Пожалуйста, приходите. Я думаю, что те, кто на странице ГИД-курса и получил приглашение на этот вебинар в сообщениях, вы видите кнопочку, соответственно, записаться на консультацию. Воспользуйтесь этим. Потому что времени для консультации выделить я могу не так уж и много. Тем, кто подаст, как говорится, эту заявку раньше, те смогут забронировать себе наиболее удобное время. Те, кто будет долго думать, соответственно, им достанется то время, которое останется. Понятно, да? Пока что я вам больше ничего не скажу. Следите за сообщениями, за последующими вебинарами. Приходите на бесплатные консультации. И если этот вопрос будет вас сильно мучить, я обязательно вам расскажу, что еще нужно делать. А дальше? Ну, собрали вы материал. Что вы обычно делаете? Новички, как правило, пишут свой текст. Кто-то пишет на бумаге, кто-то пользуется электронными документами, но, как правило, пишут. И, честно говоря, когда у меня есть индивидуальные ученики, я тоже настаиваю на том, чтобы они первые свои описания, речи прям писали от начала до конца. Это полезная практика. Но ею не стоит увлекаться. Почему? Потому что, когда вы продумываете свое выступление, вы можете найти такие красивые всякие риторические украшения, такие эпитеты замечательные, которые вы пропишете, и вам будет очень хотеться прям вот читать эту речь. Но правильно, хорошо читать речь, это значит, даже если хорошо читать, да, то есть выразительно, с паузами, с правильными интонациями, так, как это делают дикторы по телевидению, все равно это означает для читающего человека, что он не поддерживает контакт глазами, и он теряет один из элементов матрицы. Поэтому написать и выучить наизусть, как правило, происходит некая искусственность в произнесении такой речи. Оратору нужна некая свобода. Написать и пересказать – это уже лучший вариант. И все-таки, когда вы будете пересказывать, у вас могут возникнуть необоснованные паузы. Почему? Потому что вы будете вспоминать. «Ах, я там так хорошо написал! Я помню, помню, там такая хорошая фразочка была!» Но вы не можете ее вспомнить, пауза затягивается, внимание теряется, и что? И ничего. Ничего хорошего не происходит. Поэтому это тоже, как говорится, не самый лучший способ подготовки публичного выступления. Вы видите еще два других. Ничего не писать. Супер! Только продумать, очень, как говорится, провести такую хорошую ментальную работу, внутри себя, как бы такой план составить, и выйти на публику, и выйти, к примеру, онлайн. Отлично! И этот способ, как правило, используют хорошие, опытные спикеры. Но даже опытные спикеры, которые понимают, что выступать им предстоит не пять минут, а, к примеру, час и больше, они отдают отчет, что гораздо лучше воспользоваться вот этим вот третьим способом составить план и записать тезисы. Кто используется этим способом составить план и записать тезисы? Ставьте троечки в чат и принимайте мои искренние поздравления и овации, потому что это, на самом деле, лучший способ. Раньше, если вы помните, вот хорошие спикеры, которые выступали по телевидению даже, да, там, я не знаю, в 80-е годы, там, когда еще не было помощников, да, экранов, на которых пишется текст, люди выступали с карточками. Это был распространенный способ, и до сих пор во многих фильмах вы можете видеть, как люди карточки тасуют и смотрят на карточку. Там записан какой-то тезис. Тезисы. Что такое тезисы? Это не совсем план. Это как бы более тонко градуированный план. То есть, если вы не очень хорошо запоминаете даты, лучше запишите себе эту дату. Это к плану не относится, но зато этот тезис вам позволит правильно назвать дату. Если вы не уверены, что вы правильно назовете какое-то иностранное имя или фамилию, то, конечно, тоже лучше записать. Сейчас люди пользуются смартфонами в качестве подсказок, да. Здесь можно открыть документ, блокнот, и тоже здесь все вписать в электронном виде. Планшетами люди пользуются. Это тоже очень удобно. Если вы хотите какую-то цитату произнести, это тоже можно записать в своих тезисах и конкретно взять и зачитать ее. Вы же хотите ее зачитать правильно, правда же? И это только на какое-то мгновение прервет ваш визуальный контакт со зрителем. Поэтому не стесняйтесь того, что у вас записаны тезисы. В тезисы подглядывать – это нормально, это совершенно естественно. И это гораздо лучше, чем вы на ходу будете вспоминать следующую фразу, следующий пункт плана или фамилию какую-то. Поэтому, если вы этим до сих пор не пользовались, начинайте пользоваться. И, конечно же, это добавит убедительности вашему выступлению, бесспорно, потому что не будет создаваться впечатление, что вы плохо подготовились и у вас какие-то необоснованные паузы в речи. Ну и подходим к очень животрепещущему моменту, как выдержать тайминг и ничего не забыть. Ну, как ничего не забыть, вы уже поняли, да? Все понятно, составляем тезисы и, соответственно, ничего не забываем сказать, а особенно придерживаясь композиции нашего публичного выступления. Но тайминг, как быть с таймингом, да? Как же его все-таки выдержать? Пользуйтесь тезисами и репетируйте. Все знают, что такое репетиция. Кстати, слово произошло итальянского происхождения первоначально употреблялось как музыкальный термин. Репетиция – это повторение одной нотки разными пальчиками, как правило, но одна ноточка. Так вот, повторение мальч-учение. Надо репетировать свои публичные выступления. Если тема для вас новая, особенно, встаньте перед зеркалом и потренируйтесь. Смотрите на себя в зеркало, так, как вы бы смотрели в объектив камеры или так, как вы бы смотрели на зрителя в зале. Пользуйтесь тезисами. Еще лучший вариант – записывать себя на видео и на аудио. Что дает запись на аудио? Вы слышите, как звучит ваш голос, где вы расставляете акценты, где вы делаете паузы, как звучат у вас интонации, есть ли у вас вообще какое-то интонационное разнообразие в речи или его нет. И это некий монотон такой. Это позволяет нам пройти так называемый анализ, да, цикл колба для ораторского мастерства. В чем он заключается? Выступление, анализ выступления, устранение ошибок и следующее выступление. Поэтому, конечно же, чем большее количество раз вы прорепетируете, тем более убедительным будет ваше выступление. Поэтому включаем таймер, засекаем время и стараемся укладываться в то время, которое вам отведено. К примеру, наш вебинар запланирован быть часовым, поэтому время от времени я посматриваю на часы и, соответственно, делаю вывод, надо ли мне ускориться или я могу немножечко углубиться и расшириться по раскрытию темы. Соответственно, я вижу, что у нас подходит вебинар к финалу и я делаю для себя вывод, да, вот об этом я еще не сказала, я хочу об этом еще сказать, а может быть, придется сказать об этом кратко. Просто следим за временем. Когда вы прорепетируете несколько раз, соответственно, с этой темой вы уже вопрос уладите. Вебинары. Если вы проводите вебинары, проведите вебинар примерно с одинаковым содержанием, может быть, что-то изменив внутри, несколько раз, и тогда вы поймете в какой момент, на каком слайде, на какой вы примерно минуте находитесь. И тогда вам не надо будет постоянно смотреть на часы. Вы уже будете чувствовать, какой у вас отрезок времени отведен и где вы в данный конкретный момент. Я надеюсь, что вы этими моими рекомендациями воспользуетесь, но и мы подходим к финалу. Как вы помните, я говорила в финале надо подытожить все то, о чем мы говорили. Что же сегодня вы узнали нового? Давайте, что называется, пальцы загибать, да? Записывать. Кто записывал, там смотрите по своим записям. Что было новенького? Что было ценного? В самом начале мы с вами поговорили о том, что входит в так называемую, ну это, конечно же, знаете как, после того, как вышел фильм «Матрица», после того, как вышел фильм «Пятый элемент», возникли некие ассоциации и вот такая возникла идея «Матрица» публичного выступления, которая состоит из четырех элементов «Матрица». Вспомним, что говорим, как говорим, в каком энергетическом состоянии находимся и как взаимодействуем со своим зрителем. Если вы все эти четыре элемента «Матрицы» используете, то бесспорно ваше выступление будет гораздо убедительнее, чем если вы одну из этих частей пропустите. Они должны существовать что называется между собой очень спаяно, переливаться из одного в другое, да, все это должно быть в гармонии. Что еще было у нас новенького? Мы поговорили о композиции речи. С чего, собственно говоря, начинать, чем продолжать и чем свою речь заканчивать? Всегда. Конечно, типы речей могут быть самые разнообразные и для того, чтобы познакомиться с разными типами речей более плотно и попробовать себя в этом амплуа в различных речах, я вас приглашаю на курс по ораторскому мастерству, шестинедельный курс, большой, очень сильно нашпигованный разными полезностями и самое главное, с отличными результатами, потому что прямо во время курса вы будете все время выполнять практические работы и по составлению речи, и различные алгоритмы речи, и постоянно будете записывать свои репетиции на видео, более того, вы будете иметь обратную связь, потому что и я, и другие участники курса, которые могут стать вашими зрителями первыми, они смогут вам поделиться с вами своими впечатлениями, что было хорошо, а что можно еще усовершенствовать, где зона роста. Соответственно, кто уже сейчас понимает, хотел бы свое ораторское мастерство усовершенствовать, этот самый рычаг, который помогает свернуть огромные скалы, который помогает улучшить свое положение на карьерной лестнице, повысить квалификацию, поднять свой бизнес, сами понимаете, лидерство, бизнес, ораторское мастерство, это звенья одной цепи. Так что у вас осталось совсем немного времени на раздумья. И прямо сейчас я приглашаю вас, это мой призыв, записывайтесь на бесплатные консультации. Эти бесплатные консультации имеют стратегический характер, то есть мы с вами диагностируемся, вы сможете, как говорится, высказать мне, какие у вас есть пожелания, что вы чувствуете, чего вам не хватает. И мы вместе с вами наметим определенные стратегические направления, куда развиваться, что конкретно развивать и каким образом. Поэтому те, кто раньше, тому лучшее время и более подходящие дни. Не затягивайте с этим делом, вписывайтесь прямо сейчас, вне зависимости от того, в какой момент вы будете смотреть меня, прямо онлайн или в записи. Я, конечно, посожалею и разведу руками, если вдруг времени подходящего уже не найдется. Увы, я помочь вам не смогу. До встречи на последующих вебинарах, их запланировано еще три. Пока что держу интригу, что там будет внутри, но прямо в комментариях к этому видео вы можете написать о своих пожеланиях, о чем вы хотели бы узнать, какие проблемы вас беспокоят, какие вопросы у вас есть. Обязательно учтем, несмотря на то, что они уже запланированы, но мы можем нести коррективы. с вами была Елена Литвиненко. Всего лучшего, всего хорошего, до встречи в последующих эфирах и на бесплатных консультациях и, конечно же, на ораторском курсе. Уже я готовлюсь изо всех сил.